Но есть и третий участник этого дела, я вам про него рассказывал, хочу вам про него еще раз напомнить. Это вот этот товарищ, Эмран Хасханов. Он заочно арестован здесь, в Швеции, то есть он находится в международном розыске. Россия на запрос Швеции об этом человеке ответила, что нет такого гражданина в России не существует. Он сказал, что на нас никто не нападал, но как же наши соседи, которые, по их словам, заставляли нас платить дань и дали нам жить на территории нынешней Ичкерии. Мы, конечно, не будем сейчас отталкиваться от каких-то отдельных лиц, у которых своя какая-то альтернативная история. Перестаньте, на нас никогда никакие соседи не нападали. У нас на Кавказе никогда не было внутрикавказских воин. До прихода вообще к нам в России никаких проблем, ни территориальных, ничего у нас такого не было. Как раз Россия эти очаги проблем у нас заложила. И как раз из-за этих очагов у нас произошло кровопролитие между осетинами и ингушами. В преддверии такого правопролития и в постоянном напряжении у нас находятся кабардинцы с балкарцами, черкесами, с карачаевцами. Это изначально это все сделано специально. Грузины с осетинами, грузины с абхазами, чеченцы с отдельными дагестанскими какими-то народами. То есть нас постоянно пытаются держать в каком-то напряжении какие-то очаги вот эти вот, куда можно просто искорку дать и там произойдет возгорание. Это специально делает Россия. До этого у нас никогда не было ничего подобного, никаких проблем не было. А эти все разговоры, которые там про Дани, Шмань, это как раз тоже их люди. Это им выгодно, чтобы эти разговоры были, чтобы какая-то ненависть между нами селилась, чтобы мы постоянно эту тему развивали. На подобные вещи нужно, на них нужно обращать внимание вот точно так же, как на российскую пропаганду. Относиться так же и противостоять им нужно именно так же. Так, тут вчера и сегодня в Высшем земельном суде Мюнхена проходило заседание по делу о готовившемся покушении на моего брата. Как вы знаете, там задержан один человек. Он находится под стражей уже с начала 2021 года. Полтора, больше чем полтора года он находится в тюрьме. И вот процесс судебный сейчас идет. Это будет такой длительный процесс, он скорее всего продлится до конца года. И впервые в качестве свидетеля мой брат выступил вчера и сегодня... Вчера выступил, сегодня присутствовал на этом суде. И есть уже кое-какие подробности, о которых можно говорить до его, до того, как он дал эти показания об этом говорить. Было нежелательно, конечно, можно было, но было нежелательно. Так вот, я напоминаю, что вот этот человек, его зовут Валид Дадакаев, он находится на скамье подсудимых. Именно он был организатором, то есть он привез оружие, с которого должны были произвести выстрелы моего брата, которое должно было стать орудием убийства. Пистолет Макарова с глушителем, он привез его из Чечни. Он же получил деньги от боеводного брата Рамзана Кадырова по орудии Эдель Гириева. Он же перевез, организовал въезд на территорию Шенгена нелегально. Человека, который должен был стать исполнителем, который не стал этого делать. Который как раз дал показания против этого Валид Дадакаева. И вот сейчас он находится на скамье подсудимых, он хранит молчание, он не дает никаких показаний. Его адвокаты, у него два адвоката, которые пытаются всячески выстроить какую-то линию защиты. По всей видимости, из того, что самые очевидные, они, наверное, попытаются сказать, что это какой-то заговор, что ничего подобного не было. Но все это, конечно, тщетно, потому что доказательная база там очень серьезная. Так вот, есть очень неудобный для Германии, как для государства, точнее для спецслужб Германии, есть очень неудобный момент во всей этой истории, что вот этот товарищ, еще раз покажу вам его фото, вот этот товарищ Валид Дадакаев был двойным агентом. Он работал не только на российские спецслужбы, и не только в интересах российских спецслужб, он пытался здесь совершить это преступление, но он также работал и на немецкие спецслужбы. И адрес моего брата, а он узнал адрес моего брата, этот адрес он мог узнать только от тех людей, на которых он работает. И вот это вот такой очень, очень такой серьезный момент, который является неудобным во всей этой истории, показывает Германию как государство, при спецслужбе Германии показывать не в лучшем свете. В том, что этот человек был двойным агентом и работал также на немецкие спецслужбы, нет никаких сомнений. И вот здесь очень важная информация для всех нас. Имейте в виду, что есть вот такие вот типы, которые работают, имеют двойное дно, так сказать. Они здесь работают на немецкие спецслужбы, стучат на, разумеется, чеченцев, стучат немецким спецслужбам, а скорее не стучат, а клевещут. Понимаете? Потому что, ну о чем они будут стучать? Что здесь есть какие-то чеченцы, которые угрожают безопасности этих государств? Мы с вами за все эти 20 лет, мы знаем с вами случаи такие, в той же Германии пару лет назад они попытались выдать за исламских, чеченских исламистов, там шестерых наших ребят, которые якобы хотели там нападение на синагогу совершить. И это оказалось пшиком, это дело развалилось, они не довели его до суда. Они никого из них даже не смогли задержать, арестовать, потому что они невиновны. То есть в нашей с вами диаспоре, хвала Аллаху, нет элементов опасных, угрожающих этим государством, готовящих здесь какие-то террористические акты, нападения и так далее. Максимум среди нас, если кто-то есть, то это какие-то там криминальные элементы, но это не вопрос государственной безопасности. То есть этим занимаются не спецслужбы, криминалом занимается полиция, наркотики, там какие-то вымогательства, разбой, грабежи, кражи, вот такие вот дела. Это не вопрос спецслужб, понимаете? А тот, кто стучит спецслужбам, это в любом случае должен быть вопрос государственной безопасности. Соответственно, эти люди, они не стучат, они клевещат, они клевещат на членов нашей диаспоры, говорят, что они опасны и так далее, чтобы им не давали убежище, не предоставляли им документы, понимаете? И от таких вот людей как раз страдают такие, как Хангашвили. Зелимхан Хангашвили, помилует его Аллах, которого убили в Германии, так он и не получил убежище, потому что в Германии решили, что он опасен. А почему там решили, что он опасен? Потому что вот такие чуваки давали оценки, клевещали, говорили, что такие люди опасны. Так вот, он оказался, что он еще работает на российские спецслужбы, в интересах российских спецслужб, он собирался здесь совершить убийство, преступление, соответственно, какую-то информацию он туда сливал. В общем, дело оказалось очень и очень неудобным для немецких спецслужб, поэтому там эту тему, видимо, всячески пытаются как-то обойти, но журналистам это, конечно же, очень интересно. В общем, мы будем наблюдать за ходом этого судебного процесса, посмотрим, что за этого получится. Поскольку мы с вами упомянули преступление, то я хочу еще раз вам напомнить про еще одного фигуранта другого уголовного дела, нападения на меня. Как вы знаете, двух человек задержали, осудили, один до сих пор находится в шведской тюрьме, его позадили на 12 лет. Но есть и третий участник этого дела, я вам про него рассказывал, хочу вам про него еще раз напомнить. Это вот этот товарищ, Эмран Хасханов. Он заочно арестован здесь, в Швеции, то есть он находится в международном розыске. Россия на запрос Швеции об этом человеке ответила, что нет такого гражданина в России не существует. Прикрыли своего агента. Так вот, я напоминаю вам об этом человеке, чтобы сказать, что он нам до сих пор интересен. Если кто-то обладает, вот внимательно введитесь в это лицо. Если вы знаете, где он находится, чем он занимается. Любая информация, касаемая этого элемента, она нас интересует, так как он не наказан за то, что он готовил здесь убийство. Он в моей истории, он выполнял роль Валида Датакаева. То есть он был тем самым организатором, человеком, который сюда организовал приезд этого киллера, который сейчас сидит с 12-летним сроком, деньгами, всем необходимым его снабжал информацией, адресой. Все-все-все, что относилось к организации этого преступления, этим занимался вот этот человек, Эмран Хасханов. И он является ключевой фигурой для того, чтобы выйти на заказчиков. То есть он является прослойкой между заказчиком и исполнителем. Поэтому он очень важен. Любая информация, касаемая этого человека, Эмрана Хасханова, она нам нужна. Бот обратной связи вы найдете по ссылке здесь, на моем телеграм-канале. Значит, все, что вы знаете, пишите на бот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok